Дорогие братья и сестры, сегодня в церкви совершается так называемая Дмитриевская родительская суббота. Этот день переходящий. Вот в этом году он выпадает на 2 ноября. За редким исключением, чаще всего эта суббота попадает на субботу ближайшую предваряющую память великомученика Дмитрия Солунского, потому и называется Дмитриевская. Великомученик Дмитрий Солунский – это древний святой, очень почитаемый. Его еще называют Дмитрий Мироточивый, поскольку мощи его после кончины источали многоценные миры, исцелявшие недуги, приходивших к нему с верой. Я сейчас скажу свое устойчивое мнение по поводу того, что значит великомученик. Насколько мне известно, в словарях объяснение этого термина, этого чина святых иное. В словарях мы, скорее всего, найдем такое. Великомученик тот, кто особенно сильные муки претерпел, исповедуя Христа. Но, если честно, трудно представить себе муки не особо сильные, если они привели человека к смерти. Мне представляется более верным мнение о том, что великомучениками церковь называет великих людей мира сего, которые стали мучениками Христовыми. То есть, это люди, пребывавшие во власти, в богатстве, в почете у людей, те, которые могли средствами мира сего повлиять, ну почти что как угодно, на происходившее вокруг них. Те, кто, можно сказать, держали свою судьбу в собственных руках и, тем не менее, исповедуя Христа, отказались и от власти своей, и от могущества, и от богатства, от всего на свете и предали себя в руки Христовы через мучителей, пойдя к нему в его небесное царство. Поскольку это были люди, известные в этом мире, великие, о которых слышали буквально все, их мучение было особенно серьезным свидетельством об истине Христовой веры, об истине Христового воскресения, об истине победы воскресшего Христа над смертью. И вот потому великомученики в особый чин святых выносятся и особо почитаются христианами. Великомучник Дмитрий был военным человеком, скажем, офицером высоких чинов, полководцем. И служа в языческом воинстве, да, это было все в первые века христианства, он был христианином. И когда встал вопрос о том, ну, условно говоря, а сейчас встаньте, кто из вас христиане? И вот поднимается он, один из предводителей римского войска. Понятное дело, что это, ну, скандал с одной стороны, а с другой стороны, повторяю, для церкви это великая слава, великое утверждение. И при страданиях таких людей, великомучеников, обращалось ко Христу множество и других людей, ранее не веровавших или сомневавшихся, язычников, которые видели такие мужественные страдания и такое высокое отречение от себя, от всего, что человек столь славный и богатый имел в этой жизни ради Христа. Так вот, великомученика Дмитрия можно было бы в русской уже, в средневековой терминологии, назвать князем. Потому что князь это, в общем-то, это военачальник изначально. Князь это тот, кто водит за собой войско и потому имеет власть, и потому строит город, то есть крепость и так далее, и так далее. И вот эта его власть растет, развивается. Так вот, поскольку великомученик Дмитрий Солонский был князем, многих князей на Руси называли этим именем, давая им в небесные покровители такого святого, великомученика Дмитрия. В том числе был назван в честь великомученика Дмитрия Донской, который предводительствовал русскими войсками в Куликовскую битву, которая состоялась, как мы помним, в 1480 году. Которая состоялась, как мы помним, в 1380 году. 8 сентября, заметьте, это начало осени. А теперь смотрите, Дмитриевская родительская суббота, которая, безусловно, соотносится с памятью великомученика Дмитрия Солонского. Вот в этом году она совершается 2 ноября. То есть прошло более полутора месяцев. Эти полтора месяца нужны были для того, чтобы захоронить всех воинов, погибших в Куликовской битве. И когда поле Куликову было разобрано от тел мертвецов, когда все православные погибшие в этой великой битве были захоронены с честью, после этого было решено отслужить общее заупокойное поминовение обо всех воинах, отпавших на поле Куликовом. И приурочили это к памяти Дмитрия Солонского, небесного покровителя, победителя князя Дмитрия Донского. А почему в субботу? Почему нельзя было, скажем, на память самого Дмитрия Солонского? Поскольку там совершается самостоятельная служба праздничная в память этого небесного нашего заступника. А почему именно в субботу? Потому что суббота из всех дней недели выбрана церковью и даже еще в дохристианское время выбрана для особого поминовения усопших, для особого заупокойного поминовения. Ну, если копать глубоко, то мы поймем, что в самом Священном Писании есть указание на субботу, как на день покоя. Суббота, ведь это не так, как мы привыкли. Мы привыкли считать его шестым днем недели. Начинаем считать с понедельника. А вообще-то изначально суббота или по-еврейски шаббат, покой, это седьмой день недели. А то, что мы называем воскресением, это день недели первый после субботы. Именно воскресенье, начало седмицы, как она по-славянски называется, вот наша семидневная неделя. Так вот, еще когда дни творения описываются в Библии, в книге Бытие, там говорится, что Бог сотворил в первый день, во второй, в третий, четвертый, пятый, наконец, в шестой день, под вечер уже, можно сказать, он творит человека. А дальше, говорится, на седьмой день упокоился Бог от всех дел своих. И затем заповедовал людям, принявшим закон Моисея, заповедовал чтить день субботний и посвящать этот день Богу. Это день покоя, никакой работы не делайте. И дальше, вот уже в христианской традиции, суббота оказывается особым днем поминовения усопших, тех, кто упокоился от всех дел своих. Мы поминаем в этот день всех святых и поминаем в этот день усопших, наших сродников, ближних и дальних. Мы знаем, что есть еще вселенские родительские субботы. До них черед дойдет в другой раз. Вселенские родительские субботы – это те, которые совершаются во всех храмах по всей православной вселенной. То есть в этот день, когда Вселенская родительская суббота, во всех православных храмах обязательно будет идти именно за упокойная служба. Но Дмитриевская родительская суббота не является Вселенской. Дмитриевская родительская суббота – это дань именно нашей русской истории. И мы, конечно, здесь тоже можем молиться и молимся и за наших сродников усопших, и за всех знакомых, кто покинули этот мир, за всех от века усопших православных христиан, но в первую очередь это молитва о павших воинах. Опять же, в первую очередь о павших на Куликовом поле, а уже затем мы можем говорить во всю русскую историю, сколько тысяч, сколько миллионов воинов полегло. Конечно, здесь может совершаться также и молитва о воинах, павших в жестоких войнах XX века, в том числе и о наших сродниках, кто был в числе этих павших воинов. Такое поминовение очень важно для нас, потому что, поминая усопших, молясь за них, мы грешникам ходатайствуем прощение их грехов, потому что они там уже не могут свою участь изменить. Если мы молимся, а человек праведный и получил там дерзновение молиться перед Богом, то он в ответ тоже будет молиться за нас. Вот такая молитва живых об усопших подчеркивает нашу веру в евангельские слова Спасителя. Он сказал, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Вот сознавая эту реальность, мы должны понимать, кстати, и когда скорбим об усопших, ушедших от нас близких людях, это трудно, но верующему это возможно. Мы должны помнить, то, что человека с нами нет больше, это скорее иллюзия. Истина заключается в том, что он предстоит перед Богом, мы предстоим перед Богом, мы с ним вместе оказываемся перед Богом. Но только что вот за руку его взять не можем, пока что, но всех нас ждет всеобщее воскресение. И дай нам Бог там, по втором пришествии Христовом, по страшном суде, взять друг друга за руки, встретиться там и, обнявшись, неразлучно быть вместе. А такое возможно только в Царстве Небесном. Храни вас Господь. Продолжение следует. Продолжение следует.